Юранка Продакшн представляет Но я его приобрел на Авито Рук за 20 тысяч рублей Это Xiaomi Mi 9 6 гигов Встроенной оперативки 128 гигабайтов памяти С человеком мне удалось пообщаться Очень приятно Скажу сразу, что на Авито всегда будьте Крайне осторожны и только лишь Когда вы лично видите с человеком Принимайте какие-то товары Либо же проверяйте отзывы человека Для того, чтобы доверять ему И какие-то товары можно было брать На расстоянии и отправлять через почту Будьте с этим крайне осторожны Потому что мошенник, к сожалению, пруд пруди Что хотелось бы сказать вам прежде Друзья мои В комплект Что у нас с вами Давайте, наверное, пройдемся по комплектации Быстренько пройдемся по его характеристикам Потому что Характеристики у него очень-очень Крутые Приобрести этот смартфон Я хотел еще Год назад Но у меня не было на то возможности И когда в момент, конечно же, была у него цена От 23 в среднем до 27 тысяч рублей Приобрести мне его не удалось То есть у меня не было денежных средств К сожалению И сейчас цена его, друзья мои На сей момент Спустя практически год после его выпуска Повысилась до 30-35 тысяч рублей Но Мне удалось найти человека Который мне продал его за 20 Это если вкратце Теперь давайте пройдемся по комплектации Что входит в комплектацию Коробка Вот она коробка Коробка User Guide Warranty Guard Warranty Guard Карт То есть гарантийный талон В котором описано Что несите два пальца в розетку Не балуйтесь со спичками Не играйтесь И не играйтесь со смартфонами Если не разбираетесь вообще в них И вообще лучше не пользуйтесь Этими устройствами Если вы в них ничего не понимаете Следующее Значит Это User Guide Mi 9 Да Очень-очень давно Я не видел вообще Каких-то либо юзер гайдов Которые были Разработчики Тех или иных Каких-то телефонов Планшетов Вообще чего-либо Поставляли бы Вместе с устройствами То есть Рассчитано все уже на то Что человек умеет пользоваться Все-таки Девайсами подобными И Подобных инструкций Как правило не предоставляет Но здесь у нас с вами Описано вкратце Как вставить симку То есть Как подключить Зарядку USB И все То есть Если мы будем Описывать Постанную перечень Вообще функционала Данного телефона Да и в принципе Любого Android устройства То инструкция будет не такая Наверное Как Тритома Война и мир То есть Широта функционала Всех вот этих Подобных устройств Настолько велика Что это вот Такой маленькой книженце И писать просто будет невозможно Что мы видим с вами далее Вот такая вот Закрученная У нас с вами Закрытая штучка В виде какой-то Непонятной книжечки Дисигнет байк Xiaomi У нас здесь С вами написано Вот Опа Видите как Фокусировочка Сразу сработала На лампочке Прям сразу Чтобы было Прям так вот Качественно Знаете Как в этих фильмах Xiaomi представляет Ладно Смотрим дальше Что у нас здесь С вами внутри Внутри у нас С вами ключ Для установки Сим-карты Непосредственно В слот Нашего смартфона Вот здесь вот сбоку Вот она Она и видно Видно Но вроде плохо Ее видно Она вот переблестывает Вот она Где она вставляется У нас это вот здесь Вот она Сюда и вставляется Не знаю Не экспериментировал Не проверял С тем Чтобы вставлять Симку во время работы Телефона Я думаю Что если она так предусмотрена Может быть Ничего страшного Не произойдет Если установить Симку во время работы Смартфона Но я бы не рекомендовал Все-таки этого делать Перед включением Был лучше вставлять Переходник Не менее важная Друзья Моя вещь Для тех У кого Трех с половиной Миллиметровый Джек Наушники Либо может быть Микрофон Либо что-то подобное Но Мне на благо Человек Просто по своей Милости И благодати В честь Пасхи Также Отдал Наушники Away Т8 Мы их посмотрим Чуть позже Это будет в отдельном Обзоре Я не знаю Что это вообще За наушники Он сказал Что они спортивные В них даже можно Под водой плавать В частности В него Встроенный Помимо наушников Также Встроенный Пауэрбанк На 700 Микроампер Но это Отдельная тема Это не то Чек Давайте посмотрим С вами чек Человек Приобретал его По стоимости Практически В 35 тысяч рублей То есть гарантия Мы с вами видим Гарантия Магазин Полностью Все описано Все что необходимо В принципе Для любого товара Это чек То есть доверие Всегда строится К сожалению Сейчас на бумажках Да Сейчас такое Друзья мои Ужасное время Что люди без бумажек Никому не доверяют Вот То есть цена Вы видите 33 тысячи рублей У него составила 34 тысячи Но это вот Чехол плюс Дополнительно Он приобретал Для него Кожаный Практически за тысячу Который мне Также отдался Бесплатно И стекло Но стекла Защита Он на нем не надет Он сказал Что он его снял То есть вот Друзья мои 35 тысяч рублей Был куплен телефон Год назад Приблизительно То есть гарантия До сих пор У него действенна Что у нас С вами Из основной наклеечки Всегда на смартфоны Наклеивается Вот такая наклеечка Описание Как правило Самых крутых И основных функций Смартфона 48 мегапикселей Ультра высокого Разрешения камеры 4К Кстати говоря Друзья мои Кого интересует Качество снимков Скажу вам Что я попробовал В комнате Сделать снимок Ночью Вчера И скажу вам Что камера Видит как Мой глаз Ну или как глаз Человеку У которого нет проблем Со зрением То есть в темноте Он видит так же Как видим мы То есть если мы видим Например Какие-то объекты В темноте Мы можем разглядеть То этот смартфон Тоже обязательно Эти объекты В темноте Разглядит Разглядит И рассмотрит Без использования Без использования Дорогие мои Дополнительных Каких-то Включения фонариков И так далее Дальше Процессор Qualcomm Snapdragon 855 7 нанометров Процессор With Enhanced AI Capabilities Короче видимо Какой-то с автоматизированными Процессами И так далее Лидинг 20 ваттовая Беспроводная Быстрая зарядка Друзья мои Встроенная Беспроводная Зарядка 6.39 AMOLED Display Improved In-screen Faceprint Сенсор То есть встроенный В экран Отпечаток Пальца Возможность Разблокировки Отпечатком Пальца Что хотелось бы Сказать Также Кое-что Вам Друзья мои Передо мной Предстоял Выбор Купить мне Xiaomi Note 8 Pro На 128 гигов Также И 6 оперативки Либо же Брать именно Этот смартфон Xiaomi В принципе Note Pro Я мог купить Даже и В интернете В каком-нибудь Магазине Заказать Даже за 16 Пусть будет Тысяч Но Есть Разногласия Очень большие Разногласия Между Note 8 Pro И между Вот этим Смартфоном Какие Note 8 Pro Конечно же Славится Своим Чуть большим Экраном То есть У него Существенно Больше Экран Славится Более Тем Что у него Так же Более Лучшая Камера Насколько я Помню Кстати Ее По-моему Там Не 3 Вроде Как А Если Я не Шибаюсь То ли 4 То ли 5 Камера Также Там 60 Мегапикселей С чем-то В отличие от того Что здесь У нас С вами Их 48 Но Друзья мои Там Практически В 2 раза Слабее Процессор По Бенчмарку Антуту Показатель Здесь 300 По-моему Около 360 тысяч Баллов На том Всего лишь 200 По-моему 20 тысяч То есть Есть разница Я выбрал Все-таки В приоритет Процессора И в том числе В Note 8 Pro В экране Нет встроенного Отпечатка пальцев Я просто Если честно С этим Honor 6s Pro Очень сильно устал Возиться Постоянно Этот палец Просто делать За экран Вот так вот То есть За другую сторону Вот так вот Если у тебя Телефон лежит На столе То тебе просто Будет неудобно Его поднимать Для того Чтобы его Разблокировать То есть Вот так вот Удобнее всего Сделать разблокировку Мы нажали на экран Вот так вот Раз И видишь Ничего не происходит Да Не распознает Мой палец К сожалению Этот смартфон Вот Раз и все И мы разблокировали Не считая того Что также в нем Встроенный Есть еще Разблокировка По лицу Это мы с вами Также рассмотрим Также Дальше Комплектация Давайте посмотрим С вами Провод Кабель USB Мы с вами Видим какой USB-C Друзья мои Не USB-B Стандартный Которому мы Привыкли Как вот Есть старый У него Разъем USB-C Вы должны Это учесть У него Другой USB-C Другой USB-Mini Не тот Которому Мы привыкли Друзья мои Повторюсь Еще раз Почему Поэтому Есть переходник Для тех У кого Трех с половиной Миллиметровые Наушники Не Bluetooth Например Не вот такого Разъема А вот Такого Это Также Есть Своего рода Для кого-то Может быть Минус Для кого-то Может быть Также Плюс Давайте Посмотрим С вами Дальше Давайте Может быть Приступим Непосредственно К осмотру Самого Телефона В принципе Что он Представляет Но прежде Всего Хотелось Сказать Что он Не тяжелый То есть На порядок Где-то Может быть 400-500 грамм То есть В руке Он Держится Наверное Как Коробка Тяжелее Даже Метакар Это Сама Коробка Друзья мои Тяжелее Чем Сам Смартфон Да Коробка Тяжелее Чем Смартфон То что Вам Прежде Всего Также Вы должны Знать На нем Стоит Операционная Система Андроид Десятый То есть Изначально Стояла Девятка Но Она Обновилась До десятки И сейчас Все с ним Отличное Обновление Выходит Последнее Обновление Где-то Было По-моему У него В начале Января Месяца 2.84 Гигагерца Частота Процессора То есть Этой Частоты Процессора И мощности Хватит Не только На какие-то Тяжелые Приложения Но и В частности На какие-то Игры Самое главное Чтобы это Не становилось Для вас Идолом И друзья Мои Не было Зависимостью Будьте Осторожны Давайте Посмотрим С вами Дальше В принципе Можно На него Я думаю Сейчас попробовать На нем Просто Произвести Запись С экрана И посмотреть Какие у него Присутствуют Функции Поэтому Пока что Мы с вами Запись С Нашего Компьютера Остановим То есть Сзади у нас Есть у Некое Описание Как вставлять Симку Предупреждение С воскресательным Знаком Написано Warning Do not Dissembler This device Do not Disassemble Не знаю Что это такое Но видимо Нас предупреждают Я буду Поэтому Крайне бдительный Неосторожен На всякий случай Так В принципе То что Хотелось сказать По поводу Экрана Мы с вами Видим Вот такую Монобровь Кавказскую Суровую Вот здесь Монобровь Сверху Это все Можно через Настройки Убирать Можно сдвигать Экран И просто Эту монобровь Не будет Видна И просто Экран Может чуть Двинуться Чуть пониже Сделаться Это тоже Так же Ничего страшного В этом нет Что по поводу Комплектации В принципе Так же У него Входит Еще и Резиновый Чехол То есть Вот Так же Входит У него Еще и Блок Для Зарядки Я его Кстати Не знаю Как отсюда Вытащить Его Походу Дядя Как-то Так Сюда Просто Запихнул Что Его Теперь Отсюда Не Вытащить Скажу Вам Честно Даже Не знаю Входит ли У него В комплектацию Наушники Потому что Наушники Он Как бы Мне отдал Другие Как я понимаю Наушников У него В комплектации Так же Не было В комплектацию Друзья Мои Просто Знаете На будущее Некоторые Как бы Какие-то Телефоны Представляют Я не могу Даже Вытащить Отсюда Это Быстрая Зарядка Он Сказал Входит В комплект Так же У него Быстрая Зарядка Для Того Чтобы Заряжать От Сети За Час Даже Менее Чем За Час Он Заряжается На 100% То есть Что может Быть Лучше Разряжается На порядок Всего дня Или Двух дней А заряжается Всего Час Это Вообще Великолепно Зависит От Как его Использовать Например Где-то Около Восьми Часов По-моему Его Можно Не Использовать Безостановочно Написано По крайней мере Так Говорят Описание Характеристики Его Говорят Гласят Что же В принципе С комплектацией Мы с вами Закончили С описанием Поверхностным Мы с вами Закончили Теперь Можно Открыть Более Подробное Описание Через Тпуз Уже Непосредственно С самого Телефона Качество Конечно Сейчас Моего Микрофона Скорее Всего Изменится Поэтому Я прошу Прощения У вас Заранее Но Запись Будем Вести И вы Заодно Оцените Также Качество Записи С экрана Телефона Вы Увидите И услышите Заодно Как Здесь Работает Микрофон Ну что ж Давайте Сами Продолжим Ну что ж Друзья Сейчас Я включил Запись Микрофона Я скажу вам Честно Я уже Проверял Микрофон И Скажу вам Что качество У него Должно быть Весьма Хорошим В том числе Также У него Есть Шумоподавление И все Что Необходимо Ну что ж Давайте Сейчас С вами Наверное Скачаем Быстренько CPU-Z И посмотрим Его Характеристики Более Конкретно Здесь Также У нас С вами Предлагается Выбор Между Записью С микрофона Или Записью Системных Звуков Я предпочел Выбрать Микрофон То есть Как я понимаю Теперь Если я вдруг Хотел На него Возможно Записывать Какие-то Летсплей Обзорчики То этого Делать Не получится То есть Мне нужно Будет делать Все равно Через эмулятор Продолжать CPU-Z Друзья Мои Ну что же Qualcomm Stop Dragon 655 Модель Incorporated SM 8150 8 ядер HMP 2 кластера Creo 485 Revision R13P14 Техпроцессор 7NM Clock Speed Это разгон От 825 МГц До 2,84 ГГц Qualcomm Adreno 640 Это видеоядро GPU Сейчас мы видим С вами Что не нагружено То есть Полностью 0% Scaling Gouverneur C 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 Screen Size 6,39 дюйма У нас с вами размер нашего экрана Разрешение 1080 на 2340 пикселей Компоновка Скажем так Пикселей Или как она еще более называется DPI 403 Получается Чувствительность Как она называется Чувствительность Ладно пусть будет Такая вместе Компоновка В общем пикселей Я забыл Да простите Как она называется Размеры 157,5 на 74 на 7,6 мм Тяжесть Вес 173 грамма Всего оперативки 5500 То есть 6 гигабайтов Получается 500 мегабайт Просто они под систему Идут непосредственно Под всякие системные Необходимые для работы Платы Саму Непосредственно Компоненты Available RAM Занято 1200 Тысячи Практически 300 мегабайтов Память Internal Storage Встроенная 108 То есть хоть написано 128 Просто эта часть Занята под операционную систему И часть под системные Определенные моменты То есть сейчас у меня Загружено на порядок 150 Практически приложений 140 программ У меня сейчас установлено Поэтому у нас с вами Столько мало памяти Всего лишь 93,5 гигабайта Дата релиза 2019 год 3 марта То есть этому телефону Чуть больше года Дать его вообще Происхождение И появление Скажем на свет Реклама Ух ты Смотрим дальше Android 10 API Level 29 Security Patch 2020 0.1.0.1 Bootloader Неизвестно Build ID Java RT2.1.0 OpenGL Версия 3.2 Архитектура 64-битная Kernel Ядро Root Доступа у нас Сами нету System Uptime Это время системы И Google Play Сервисы Батарея LiPoli Температура Вольтаж 3300 мкАч Жизнь Хорошо И уровень 68% Термал Это термальные датчики Друзья мои Походу они здесь встроены Вообще везде Во всякое устройство Посмотрите То есть в каждый Абсолютно Компонент системы Видимо встроен термальный датчик Их очень-очень много Сенсоры Также их здесь очень много Относительно Но все-таки Ладно Давайте посмотрим с вами дальше Куда мы зайдем И что мы будем с вами открывать Мы с вами откроем Наверное настройки Раздел о телефоне MIUI Global 11.08 У нас с вами Версия Android 10 Что было сказано выше Что мы с вами Также можем Посмотреть Это настройки системы Обновление компонентов Обновление определенных Каких-то системных Встроенных Компонентов системы Можно обновлять И по 4G И по Wi-Fi Включить Ничего страшного не будет Если безлимитный интернет Состояние защиты В частности Поиск устройства Обновление безопасности То что мы с вами Можем включить Системное обновление Google Play 1 марта У нас с вами последнее было Мы можем также с вами Оставлять поиск устройства Включенным Для того чтобы На расстоянии Имелась возможность Его просто блокировать В случае если вдруг Он потеряется Следующий момент Это сим-карты Мобильной сети Можно настроить 2G, 3G, 4G В принципе на ваше усмотрение Передача данных Вызовы И мобильный интернет То есть в частности Описание сим-карты Номер Волте Это функция Возможности включения Для улучшения Качества голосовых сообщений Которая Вол ЛТ То есть там где есть 4G Возможности Улучшения Качества Голосовых Именно не голосовых Даже сообщений А просто именно Связи мобильные Улучшения Качества голоса Чтобы было лучше слышно Я думал Что это такая вообще За тема Когда я кому-то звоню И слышу голос Как будто Со мной разговаривают По WhatsApp А это друзья Именно вот это Волте Работает Если у кого-то Она есть Нет Не Джон Тро Волте Джон Тро Волте Это актер Тут не совсем другая тема Хоть и может быть Похожа по названию Мобильные сети Автоматически выбирать У нас в данный момент Это МТС Будь дома Точка EPN Это необходимость Для настройки Доступа к интернету Это была такая тема Она была актуальна раньше Как я понимаю Сейчас она не столь актуальна Потому что Я обратил внимание Что Сейчас Интернет просто Настраивается автоматически То есть В этом нет нужды 2G 3G 4G 2G Разумеется Для экономии энергии Включается Это было у нас с вами Уведомление от Ватсапа Сейчас не знаю Было ли его слышно Или не было Но у меня слишком Почему-то долгие Какое-то уведомление От того, что приходит Сообщение В группы В Ватсапе Смотрим Давайте с вами дальше Wi-Fi В принципе Здесь все ясно И понятно Можно Есть возможность Открыть расширенные настройки Специальные значки Для разных поколений Например Там, как я понимаю 3-го, 4-го Но сейчас везде уже 4-ая Почему-то цифры 4 стоят Помощник по Wi-Fi Это переключение между сетью Wi-Fi Мобильным интернетом При плохом качестве Wi-Fi Приоритеризация Wi-Fi Например, можно настроить На обычный режим Или экстремальный Например, делать Полосу пропускания Между фоновыми процессами И активными приложениями В частности Также отдавать Большую часть полосы Пропускания активному приложению Например Можно Возможно, что фоновые процессы Не смогут подключиться к сети К примеру Если вы играете в какую-то игру Чтобы Или пользоваться каким-то приложением Которое требует Постоянной связи с интернетом Может быть, это звонки Например, по скайпу Вы включаете просто экстремальный режим И то приложение Которое будет у вас активным Будет больше потреблять интернет Дабы фоновые процессы Ну, немножечко, скажем так Затихли там На фоне, на заднем И не так сильно потребляли интернет Дабы связь не пропадала Если это в частности Связано В тех, у кого проблемы с интернетом Ну, то есть, перепады Wi-Fi Direct Это безопасное подключение Возможности Кудахтер Интересное название, друзья Это не мое Свойства Wi-Fi IP-шник и MAC-адрес Что у нас также есть с вами Дальше смотрим Блютуз Блютуз у нас с вами сейчас выключен Но когда мы его включим Наверное, должны будут появиться Какие-то функции Редко используемые В принципе, тут перечень У нас с вами входит Устройств, которые мы можем Здесь посмотреть Но я, по крайней мере Ничего здесь не вижу Miscale Редко используемый А почему она здесь добавилась вообще? А у меня Погодите Это умные весы? Это, наверное, умные весы мои Miscale Я им практически не пользовался Последний раз я их включал Наверное, вот именно В Блютузе Года два тому назад Смотрим дальше Подключение Общий доступ Mi Share Что хотелось бы сказать Также, простите Что я это отложил На потом Когда вы только впервые Включаете телефон Вы выбираете, соответственно Свои Язык Например, там русский Но, как правило Система определяет автоматически Затем вы подключаетесь к Wi-Fi И вам предлагается Выполнить вход В аккаунт к Xiaomi Либо же создать его Если у вас его не имеется Это своего рода, скажем так Облако Куда вы можете сохранять И контакты И какие-то свои данные Но бесплатное облако Дается То ли на 5, то ли на 10 гигов Всего лишь Да, к сожалению Также Что вы можете делать Вы можете перенести Все свои данные Приложения Установить на другой телефон В случае его переноса Вся эта инструкция Она будет у вас указана И написана Только при включении Самым первым смартфона И все будет ясно и понятно Нужно выполнить вход в Google И если у вас включено Резервное копирование То восстановятся Просто все файлы Которые у вас есть Которые были на прошлом Предыдущем телефоне Либо просто воспользуйтесь Облаком Для того, чтобы иметь доступ К примеру К каким-то фотографиям Своим данным И для того, чтобы Также Имелась возможность Просто полностью Установить все приложения Которые стояли до этого На другом телефоне То есть облако Использовать очень удобно В особенности большая часть Номеров мобильных У меня восстановилась Часть все равно Восстановилась не восстановлена Мне пришлось самому добавлять Но все-таки Слава богу Все работает отлично То есть Сейчас я Буквально Мне пришлось потратить Наверное Часа 4-5 Для того, чтобы полностью Этот телефон привести В совершенно рабочее состояние Скажем так И восстановить все С прошлой мобилы То есть Сейчас я имею способность Вообще пользоваться Этим телефоном Совершенно спокойно Трансляция Мишер Это демо Трансляции Свернуть в окно Скрыть личные объекты И так далее То есть Возможность включить Трансляции Изображения На внешний монитор Это кстати Очень интересная тема Мне надо будет это посмотреть Как это вообще работает Wi-Fi Блютуз Того же устройства Производилась В функции Включите Интересно Просто как это работает Мне интересно знать Как мне делать вывод Например На свой экран На компьютере Это я узнаю потом Точка доступа Wi-Fi Это имеется возможность Раздавать Wi-Fi Точка доступа То есть Все я думаю Прекрасно понимают О чем идет речь Кто не раз уже Кому-то раздавал Wi-Fi Включается вот так вот Точка доступа Задается ей Необходимое имя К примеру Мы вводим название Мы вводим ей пароль Вводим ей частотный диапазон Представляете Даже 5 гигагерц Само устройство Вот это вот Устройство Друзья мои Просто телефон За 25 тысяч Уже в себе Имеет встроенный роутер Семей возможности Раздавать На 5 гигагерц В частности Вы посмотрите Защита ВПА2 Персонал Друзья мои Это Многого стоит Я вам скажу Идентификатор устройства По умолчанию Либо точку доступа Что такое по умолчанию Я не знаю Может быть Автоотключение Отключает точку доступа При отсутствии Подключенных устройств То есть автоматически Чтобы не проседалась У вас память Не проседалась У вас зарядка Будет автоматически Вырубаться Можно сделать его Как USB модем То есть подключаете Через USB К компьютеру И нажимаете Здесь И интернет Дается на компьютер Bluetooth модем Но это тема Вообще левая Потому что по Bluetooth Скорость Ну я скажу вам Честно Так себе И по нему Вообще Раздавать интернет Но это Друзья Дорогого стоит То есть Не в плане того Что это дорого В плане того Что это проблемно Подключенные устройства Мы можем посмотреть Те кто подключены И также добавить Черный список То есть Своего рода На уровне MAC адреса Будет просто Блокировка устройств Происходить Ну что же Давайте посмотрим дальше VPN Virtual Partition Network Короче Приватная сеть Virtual Private Network Кто-то знает Кто заходит На всякие Сайты Скажем так Пользуется разными Плагинами Типа прокси серверов Наверное знает Что это такое Ну я не предпочитаю Этим пользоваться Но не обязательно Для того чтобы Скрывать Своё присутствие Например Там в интернете Да Это может быть Для того чтобы Получить доступ К каким-то Заблокированным Определенным сайтам Моментам И так далее Но к примеру Если на Украине Заблокировали Вконтакте Ну Зачем Просто в отместку Сделав Такие какие-то Вот определенные обстоятельства То можно при помощи VPN Получить доступ Просто либо же Прокси сервер использовать И получить доступ К ВК С Украины Я считаю что Ну зачем так делать Честно Ну ладно Это дело в принципе Уже людей Передача данных Это количество Переданных данных У нас с вами Трафик 3G 4G То есть так же Мы с вами можем Посмотреть Сколько что передавало У нас данных Не менее важный момент Друзья мои Это NFC Обмен данными При совмещении С другим устройством То есть это может быть Как что Как передача данных Передача денег И так же Друзья мои Прежде всего Это бесконтактная оплата Датчик NFC Встроенный элемент безопасности Расположение элемента Кошелек SIM Кошелек HCE Честно вам признаюсь Я не знаю что это такое Подробно Лучше вам самостоятельно Все это изучать Оплата по умолчанию Google Pay Яндекс деньги Либо Тинькофф Ну то есть зависит от того Приложения Которое вы поставите Может быть это даже будет Сбербанк онлайн Например если у вас Сбер вставит Испортить приложение По умолчанию Всегда Или если не открыто Другое платежное приложение Ну то есть как я понимаю Как работает Мы с вами можем прочитать Приложение платежное Затем Настройте платежное приложение Затем приложите Заднюю панель телефон К терминалу С значком Бесконтактная оплата И все друзья мои Да легко и просто То есть все что нужно Будет вам просто Разблокировать экран И оплата произойдет Но самое главное При этом конечно же Свои добавить карты В Google Pay Тогда конечно же Когда вы настроите Всю эту систему Она будет работать легко и просто То есть что мы делаем Мы можем взять Например какую-то карту Там Свою дебетовую И настроить все это Через гугловское приложение Что мы также с вами можем Увидеть дальше Активный экран и блокировка Можно поставить Например активный экран И можно настроить тему Активного экрана К примеру Это какой-то определенный фон Типа заставочки Как сейчас стоит у меня Вот такая вот с кактусом Также Отображаемые объекты По расписанию Можно поставить Включить расписание Для того чтобы Ну вот мы с вами видим Отключать При включении экономии энергии Для чего оно все это необходимо нам Давайте я передвину Пожалуй это окошко Которое нам мешает Уведомление При выключенном экране Например показать анимацию Мы с вами можем Вот так вот будет по бокам Когда приходит сообщение Например можно поставить Включать экран Звезды и так далее То есть разного формата Такие вот прикольные анимации Можно ставить Спящий режим Настройка блокировки экрана Спустя какое времени Например Телефон у нас с вами просто Лежит И спустя 30 секунд То есть это включение Ну своего рода блокировка 30 секунд Минута 5-10 и так далее Минута 5-10 пятого 4-5 Пробуждать при взятии в руки Ну к примеру Это можно сделать Для чего Это очень удобная Друзья моя тема То есть вы берете телефон Раз и у вас автоматически Загорается экран Чтобы его разблокировать Я думаю что идеально Но дабы по нему лишний раз Даже не нажимать И будет очень большое удобство Пробуждать двойным касанием Два раза нажимаете по экрану И он просыпается Ну то есть в принципе Все понятно Подпись на экране блокировки Возможно ваш ник Или почта Или еще что-то подобное Стиль часов экрана блокировки Например можно настроить Такой, такой, такой Ну и вот такой в принципе Их здесь немного Вариантов предложения Быстрый запуск камеры Двойное нажатие Кнопки уменьшения громкости В спящем режиме Запустит камеру Это кстати для кого-то Может быть вполне удобно Что у нас с вами есть Также дальше Пароли безопасности Это вот не менее важный момент Самая интересная тема Здесь связана С разблокировкой По Как мне показалось По лицу Настраивается лицо Делается все это Очень легко и просто Так, и сейчас у меня Здесь будет Ага Интересно Видите пароль Либо пароль Это графический ключ Мы можем настроить Ладно, мы можем настроить С вами графический ключ Разблокировку По Просто паролю Либо же по пин-коду То есть соответственно Четыре числа Разблокировка Отпечатки пальцем Отпечаток пальцев У нас с вами есть возможность А есть возможность Мне вообще поставить Кстати паузу Давайте с вами заодно проверим Вообще Есть ли возможность Поставить паузу К примеру Я вот хочу поставить паузу Есть ли возможность ставить паузу. Работает написано, видите, в фоновом режиме. Давайте попробуем, может быть, паузу как-то можно поставить. Хотя, ладно, если что, просто видеоролик мы потом склеим. Итак, давайте посмотрим все эти с вами разделы. Сейчас попробуем. Как-то зажимается клавиша, чтобы начать закончить запись. Нет, не работает. Ну что ж, разблокировка отпечатком. Большой палец правой руки, указательный палец левой руки, друзья мои. Это название сделал я самостоятельно. Можно максимум добавить пять отпечатков. Большого пальца, например, больших пальцев обеих рук, дабы удобно было держать телефон, и два пальца указательных. Самое удобное. Когда вы будете настраивать, ее вам необходимо будет по экрану вот так вот возить на специальном окошке. Я даже вам, наверное, могу показать, например, добавить отпечаток, каким образом это все делается. Хотя, ладно, не будем. Пропустим этот момент. Защита личных данных. Применение отпечатка для защиты личных данных, для защиты приложения, ярлыки. То есть, можно также, например, долгое нажатие, и также можно сделать, например, разблокировку экрана, сделать жест по жесту, открывать какие-то приложения быстро. Можно сделать быстрый жест продвинутый. То есть, вы нажимаете раз, раз, проведите пальцы для использования ярлыка при разблокировке устройства. Жесты на сканер отпечатков. Вот. То есть, можно использовать также жесты. Также, подтверждение платежей. Одна из не менее важных моментов, это подтверждение платежей путем отпечатка пальца. Лучше это все, конечно же, оставлять. Можно также сделать анимацию отпечатка пальца. Например, вот такую, вот такую, вот такую. Это все при разблокировке экрана. Вот такие вот происходят моменты. Интересные. Значок отпечатка на выключенном экране. Возьмите устройство в руки или коснитесь экран, чтобы появился значок отпечатка пальца. Функция увеличит потребление энергии. То есть, к примеру, вы берете устройство в руки, поднимаете его и у нас с вами появляется вот этот значок, который мы с вами видели на видео изначально, в самом начале обзора. Разблокировка по блютусу. Разблокировка по лицу, вот не менее важная такая вот интересная вещь. Но она работает не всегда хорошо, хотя я заметил, что даже в вечернее время, то есть даже в ночное, в темное время, например, в комнате в темном вы сидите, все равно в большинстве случаев лицо ваше распознается. Разблокировка по лицу. Разблокировать устройство с помощью данных лица. Оставаться на экране блокировки. После проверки лица пройдите вверх для открытия рабочего стола. Подробные уведомления после проверки данных лица и распознавать лица при включении экрана. Смотрите, как эта тема работает. Давайте я вам это все покажу. Вот так это все работает. Сейчас, наверное, должна быть запись. Я думаю, мне сейчас должно быть видно. Я включаю экран и вот так вот раз. Если лицо не подходит, к примеру, он будет писать вот так. То есть вот такая вот мордашка будет в разные стороны крутиться, прежде всего не распознает лицо. Как-то так. Я думаю, сейчас должно было быть это все видно. Я думаю, что пауза не ставилась, и поэтому вы увидели, что появляется такая мордашка симпатичная на экране, и она просто мотает головой, что типа лицо не подходит. Также есть возможность у нас с вами делать разблокировку по блютусу. Что это такое? Блютус можно подключать к ноутбуку, либо же можно подключить блютус, к примеру, к умным часам. То есть если вы отходите просто на какое-то расстояние от умных часов, либо же, например, блютус-соединение с машиной вы делаете. Раз, отошли от машины, блютус-сигнал потерялся, и все. После этого у вас заблокируется все это дело. А можно сделать разблокировку по блютусу таким образом, например, что вы подключаете устройство, и это устройство, если находится постоянно возле вас, то у вас экран просто не будет блокироваться. Что это значит? Нет, вы можете поставить блокировку экрана, но в плане того, что не придется вводить пароль. То есть это очень удобная тема, я такой пользовался, когда у меня было... Как же оно называется-то, это устройство? Mi Band 2 у меня был. Умный браслет от Xiaomi. Очень, кстати, классная тема. Защита личных данных. Здесь необходимо ввести нам, конечно же, пароль, либо же, вот, собственно, мы можем использовать графический ключ, либо же мы можем просто использовать палец. Защита личных данных требует пароль при каждом доступе к скрытым объектам. То есть можно защитить сообщения, фотографии, файлы, заметки. То есть это очень также важный момент для того, чтобы сохранять конфиденциальность. Например, даже если человек получил доступ к телефону, например, он взял у вас просто его из рук, ну, он не успел, например, заблокироваться, да, блокируется экран, и после этого происходит вот такая вот ситуация. Местоположение. Мы можем дать доступ к нашему местоположению, включить геолокацию, в том числе определение местоположения в экстренных ситуациях, показывать, где я. Написано, что никто не может видеть, где вы находитесь. Я не знаю, что это значит, то есть как бы я хотел посмотреть, но мне сказали, что нельзя. Ну вот, видите, почему-то мне не показывают. Надеюсь, что если вдруг какая-то экстренная ситуация произойдет, то все-таки меня смогут найти. Но надеюсь, что этого не произойдет вообще в принципе. Экстренное оповещание. Критические угрозы, серьезные угрозы, оповещание Эмбер, показывать сообщения о пропавших детях, периодические напоминания, например, можно включить, и вибросигнал. Что это такое? Мне так кажется, что это больше для зарубежа тема работает, нежели чем у нас. Поэтому что-то конкретно по этому поводу сказать не могу. Можно сказать, можно сделать, включить функцию экстренной помощи названием режим SOS. То есть, пятикратное нажатие на кнопку питания отправляет сообщение экстренным контактом с вашим местоположением. Можно также подключить определенное количество экстренных контактов, но минимум, разумеется, написано, что должен быть хотя бы один. К примеру, всех родных, всех родственников вы выбираете как экстренные контакты. И также можете поставить галочку отправлять экстренным контактам журнал вызова за последний час. И всем им разошлется сообщение. Например, что-то происходит, вы им раз, два, три, четыре, пять. И, к примеру, что-то им придет, что типа SOS, помогите, там что-то случилось и так далее. Но будем надеяться, что не азбука Морзе им придет по смски, потому что если придет азбука Морзе, и они не, ваши родственники никогда не были на морском флоте, то, скорее всего, они просто не узнают, что за сообщение к ним пришло. Ну ладно, это немножечко юмора, простите. Конфиденциальность. Блокировка сим-карты, Google Play защиты, найти устройство, ну и так далее. Шифрование данных. То есть, здесь очень много всего-всего-всего. Агенты доверия, в частности, к примеру, это Smart Look от Google. Включены рекламные сервисы и так далее. То есть, ну, это информация, в которой вы можете быть в виде такой же количества объявлений, но уже не на основе данных действий их и личной информации. Ну, к примеру, там, ну, то есть рекламные сервисы по интересам своего рода будут отображения происходить. Веб-приложения. И так далее. То есть, друзья, это вот то, что касается активации экрана блокировки. Экран. Можем настроить уровень яркости, можно включить автонастройку. Это очень удобная тема. Вообще, лучше включите просто функцию автонастройки и не возитесь. Для того, чтобы в ночное время это отбавится чуть, если у вас будет темно просто вокруг вас. Если будет слишком ярко, яркость прибавится. Очень удобно. Режим чтения. Можно сделать экран более тёплым. Например, вот так вот. Раз. И чтобы глаза могли расслабиться. То есть, это очень удобно делать для чтения. В том числе, можно выбрать уровень, заданное время и так далее. Очень удобная тема, скажу вам. Ну, я пока что ничего не читал, правда, с этим включенным режимом, но знаю, как это работает. Приблизительно тёплый свет работает также на Windows 10. Цветовая схема. Лучше поставить автоматически. Можно поставить тёплые тона, можно поставить холодные тона. Я привык к стандарту. То есть, стандарт это середина. То есть, не то, не то. Потому что можно начать делать так, можно сделать так, слишком насыщенные. Но, опять же, на вкус цвета, товарищи, нет. Кому как удобно, так и, пожалуйста, выбирайте. Устранение мерцания. Не знаю, как эта тема работает, но снижает нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности. Активация этой функции может сказаться на качестве изображения. То есть, мы с вами можем обратить внимание, что немножечко меняется отображение, но я как-то, если честно, у меня вроде, слава богу, проблем со зрением нету, и поэтому я в этой функции особо не нуждаюсь. Темный режим. Используется более темную световую схему палитров для обоих совместимых приложений. Вот, снижает энергопотребление энергии, помогая снять нагрузку на глаза. Можно включать его по расписанию, например, в ночное время. Вот, выглядит вот так. Очень прикольно, очень симпатично, но подходит больше все-таки для ночного времени, я считаю, а не для утреннего. Размер текста. Например, можно настроить размер текста. Так, так, так. Опять же, это для тех людей, у которых могут быть проблемы со зрением. Очень удобно. Когда устройство в режиме VR. У меня оно никогда не было в режиме VR, никогда в виртуальной реальности я устройствами не пользовался. Вырез строка состояния. Вот это вот один также из не менее таких интересных моментов, которые могут интересовать многих. В частности, этот вопрос интересовал и меня. Что же делать? Вот у меня вот вырез изображения происходит. Вот у меня получается, камера по центру находится, уведомление чуть слева и чуть справа. Получается, справа у меня ничего не занято, я бы на самом деле на правую сторону перенес бы свою вот эти вот скорость интернета. Я бы перенес бы именно вправо. И, например, так же я бы вправо перенес бы время. Почему оно указано просто слева? Мне непривычно, потому что на прошлом телефоне у меня это было справа указано. Да и, в принципе, в Windows справа внизу, а тут слева сверху. То есть, ну, может кто-то будет путаться. Можно сделать вырез. Можно сделать, скрывать и не смещать строку, например, вот так. Раз. Опа. Черная. То есть, мы строку не видим, она как бы по факту есть, но она получается за телефоном. Ну, то есть, получается вот камера и строка, это состояние находится, просто закрывается часть экрана. Вот, например, вот так. Можно нажать не скрывать. Можно нажать скрывать и смещать. Что это такое скрывать и смещать, друзья мои? Скрывать и смещать. Скрывать и смещать, это чуть ниже съезжает у нас с вами экран. давая место для камеры но получается что часть экрана за счет того что она съезжает съезжает у нас получается просто здесь черный пролом где камера и по отношению камера слева и справа от нее но с другой стороны будет больше уведомлений показываться то есть поэтому на вкус и цвет повторюсь товарищи нет кому как удобно можете сами так выбирать вырез в отдельных приложениях то есть мы можем выбрать где делать где не делать авто например там показывать всегда какие-то определенные приложения да то есть например пришло уведомление и сразу же это уведомление появляется самом переде чтобы его было видно то есть вот как вы видим сейчас с вами скорость интернета я вот любитель был включать вот эту скорость интернета 0 5 килобатт секунда 1 килобатт секунду 10 и так далее он у меня отображается слева а я хочу перенести его на право понимаете на право зачем потому что он у меня есть слишком много места занимает в уведомлениях что на них просто не хватает места а справа при этом у меня место совершенно свободное ярлык в шторке уведомлений это вот такой вот настройки или поиск справа вверху вот мы здесь его с вами в этой области можем лицезреть как я понял наверное включите для сглаживания линии выреза чуть-чуть отличается если можем обратить внимание но это не принципиально я думаю это не категорично не критично я бы и вправду бы я может быть попытаюсь найти все таки возможность перенести шторку уведомлений на правую сторону вот то вот эти вот уведомления перенести направо каким-то образом так будет намного удобнее хотя бы часть перенести туда потому что можно скорость сети вот так вот выключить раз а строка состоянии я хочу строку это в беде перенести вправо хоть что-нибудь но видимо на это возможности нам никто не предлагает имя оператора название сим-карта первым можете ввести ли все что вам угодно пожалуйста выбирайте сами процентный значок процента значок на при рядом внутри либо графический вот так кому как удобно принципе это кажется внутри вот так вот намного удобнее это это совмещается вместе смотрим дальше я вот тут правда вот не понимаю неужели нельзя так сделать чтобы уведомление у меня все-таки часть разделялась на левое и правое наверное нельзя я почему-то подозреваю к сожалению безопасность я понял да к сожалению видимо этого сделать нельзя вы так смотрим дальше полноэкранный режим это для приложения которое требуется работать полноэкранном режиме несовместимый полноэкранным режимом приложения примеру авито можно принципе посмотреть все это выглядит откроем у нас сами авито полноэкранный как я понимаю это вот этот нижний кнопки состояния отображаются скорее всего об этом идет речь смотрим дальше автоповорот экран но принципе тут все и так ясно предельно понятно можно также включить функцию безграничного экрана что такое безграничный экран безграничный экран это управление будет через жесты примеру кнопки возврат на рабочий стол открытие недавних возврат будут у нас сами используются путем жестов провести экран снизу вверх закрыть провести палец и задержать экран того чтобы приложение вот так вот так же закрыть провести вправо для для хромки провести время от кромки хромки кромки все готово закончить видите теперь у нас с вами нету сейчас не будет строки состояния вот здесь у нас строка состояния вроде бы как отображена частично как-то смотрите она еле еле прозрачная ее видно но еле-еле все то есть мы с вами теперь у нас сами полностью экран без кнопок управления кому-то может быть так неудобно кому-то удобно кто-то может быть привык первую так вот раз но мне если честно так не совсем удобно поэтому я бы хотел все это вернуть теперь как-то обратно х попробуй теперь все это верни давайте искать вот безграничный экран включим обратно кнопки мне просто более привычно все таки пока что в этом режиме я не привык к такому смотрим дальше звук и вибрация здесь принципе все предельно ясно будильник погода звуки природы грезы все мелодии светлячки и так далее но для пробуждения то есть вы сами выбираете что вам нравится загрузка аудио написано можно посмотреть все мелодии темы это все как я понимаю нам xiaomi такое свои предлагают именно свои функции вот ведь то есть даже написано что с различными зависимости от даты например там у нас может быть весна осень зима будет производить разные звуки то есть мы с вами видим или погода смотреть погода будильник убирать различные зависимости от текущей погоды друзья мои представляете если идет дождь будет капать дождь это же круто вы посмотрите рингтон тут все предельно ясно можете настроить пожалуйста мелодии такие можете настроить мелодии которые вам нравится выбор мелодии на устройстве включайте открывайте проводник и и ставьте свою музыку здесь все и так ясно но пояснять это не нужно события природа капли природа птицы вот так вот так вот так пожалуйста здесь все понятно так же можно свои ставить звуки события это события друзья мои события как я понимаю в календаре который отображается уведомление природа капли музыкальный природа птица вот как то так без звука не беспокоить громкость в принципе музыки игры медиафалы вызовы будильник вибрация при звонке вибро отклик можно выбрать средний слабый сильный ну он слабо чувствуется но все равно как бы тут принципе пожалуйста выбирайте как вам нравится дополнительные звуки звуки при наборе номера при нажатии блокировки снимки экрана и так далее звуковые эффекты регулировка громкости функция калибровка кнопок но это нужно для этого нужно подключить гарнитуру у нас ничего не подключено с вами это настройка именно ксиомовской гарнитуры там было написано я уже читал уведомления всплывающие всплывающие уведомления это тоже то что будет вот так вот сверху появляться раз открывается появляется определенные на самих которые есть и которые нет самое основное как правило люди включают именно мессенджеры ну я прекрасно их понимаю то есть самое удобное то что это вот теперь вк ватсап вайбер телега что нам еще нужно может быть ну там может даже skype примеру и все на экране блокировки то есть какие показываться будут уведомления либо скрывать содержимое либо не показывать либо показывать полностью доступ с экрана блокировки каким-то определенным уведомлением в частности ну то есть то что у нас с вами было включено там включено и здесь метки на значке что это такое 1 2 3 4 5 цифрки и так далее то есть по количеству уведомлений которые присутствуют в том или ином приложении шторка уведомлений miui и android не особо понял кстати говоря в чем у них такая какая-то разница но походу разница есть то есть как бы ну вот так и вот так а ну это значки просто добавляются большие картинки все все теперь мне самому видите даже вместе с вами стало ясно и понятно сортировать по времени да лучше всего сортировать по времени то есть для того чтобы самое первое ближайшее какое-то обновление появлялась раньше это будет гораздо удобней я думаю принципе и вам рабочий стол лента виджетов рабочий стол miui вот видите можно даже вот обновить приложение на сами написали нажимаем обновить системные и обновляем давайте посмотрим дальше рабочий стол обычный с меню приложений то есть можно даже использовать меню то есть кому как удобно либо на таком вот рабочем столе вот так вот пользоваться вот так либо использовать менюшку то есть например мы нажимаем на центральную кнопку и открывается список приложений довольно я думаю что это что это проведите проведите вверх по рабочему столу чтобы открыть меню приложений переход в режим рабочий стол меню приложений отключить доступ к контент центру смените режим и наша дорогая алиса нет нет не надо не надо на компьютере открылась простите видите как она реагирует прям или только позавершена тут как тот лента виджетов открывать поиск жестом вверх защитить от изменений то есть для того чтобы защитить чтобы от передвижения каких-то ну случайных возможных может быть там если ребенок играется да чтобы не передвигались у нас с вами наши не изменялись значки не передвигались можно выбрать размер значков в частности так 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 ну пожалуйста мы выберем в принципе середина как она и была оставим в частности сетка 4 на 6 5 на 6 состояние памяти недавнее приложение это состояние оперативки которое у нас с вами доступно вот справа вверху вы сейчас видите доступно 3 4 из 6 гигов сейчас мне в данный момент установлено 150 приложений друзья мои и от большей части приложений мне приходит уведомление то есть 3 4 это полностью свобода на 150 программ программ установленных мы видим сами что даже наполовину оперативка не забита это замечательно далее мы можем размывать миниатюры не особо понял что это такое если честно что значит слово размывать миниатюры не обращал на это внимание на рабочем столе показывать предложение также тоже не обращал внимание на то что это такое обои здесь все предельно ясно ну пожалуйста выбирайте то что вам нравится устанавливаете обои скачиваете какие хотите я бы предпочел именно христианские это я буду смотреть конечно уже позже темы в частности то же самое пароль о безопасности мы с вами уже это рассмотрели питание и производительность это у нас с вами наша зарядка то есть наш аккумулятор где можно включить экономию энергии то есть выключается автосинхронизация и определенные другие процессы потребление энергии ну что у нас здесь с вами собственно показано в процентном соотношении что потребляет больше всего энергии дабы нам выяснить например установить и просто закрыть то или иное приложение ну просто нажав вот собственно на крест и закрыть далее контроль активности мы с вами можем так же делать мы с вами можем посмотреть скорее всего здесь также будут графики как я понимаю активные приложения в данный момент вот к примеру можно сделать контроль фоновой активности можно поставить умный режим распознание приложения еще для поддержания работы важных процессов контроль активности будет обрабатывать важное предложение избирательно можно жестоко ограничить но жестокое ограничение как то мне слово уже не нравится 112 ему мягкое ограничение может влиять на некоторые функции когда придут до обновления приложения не будут закрыты вот то есть мы с вами видим умный режим лучше мы оставляем контроль умного режима на каждом приложении. Зачем? Может быть такая ситуация. Например, если мы не будем ограничивать приложение, они все выгрузятся в оперативку. То есть, когда они будут совершенно не нужны. И это создаст очень большую проблему. То есть, представьте, все приложения, все 150 программ просто будут запущены в оперативке. Вы представляете, что это будет за кошмар? Ну, просто телефон не выдержит. Даже если выдержит оперативка, не выдержит процессор. Если выдержит процессор, не выдержит оперативка. То есть, приложения и так запускаются насколько возможно быстро. И нет нужды, чтобы все приложения были постоянно открыты. Отключение мобильного интернета. Ну, я рекомендую поставить 30 минут. То есть, мы выключаем экран. Через 30 минут после выключения экрана у нас с вами будет выключаться просто интернет. Очищать память, если честно. Я не особо тоже понял, что это такое. Это, наверное, может быть автоочистка от кэшей каких-то ненужных и что-то прочего. Через 30 минут. Экономия энергии. Мы можем поставить отключить фоновую активность, отключить синхронизацию, отключение активности системных приложений, заморозка фоновых приложений, очистка памяти при блокировке и отключить службу с функцией высоким энергопотреблением, синхронизацию, пробуждать при взятии в руки и так далее. Автоматически. То есть, когда вот видите, сейчас скорее всего она с вами у нас сейчас работает. Почему? Потому что автоматически у нас с вами все отключается, когда энергии батареи... автоматически отключить экономию батареи при заряде больше 60. Если сейчас у нас менее 60, скорее всего она включилась. Не включать экран при получении уведомлений. То есть, использовать по расписанию, в частности, я его поставил на ночь. Хотя на ночь я предпочитаю просто его ставить, вообще включать на зарядку, поэтому в этом, я думаю, особо нужды нет. Так же. Контроль активности. Это мы с вами уже рассмотрели. Активные, неактивные. То есть, в автоматическом режиме работает каждое приложение. То есть, для того, чтобы, например, нам пришло уведомление, нет нужды запускать полностью все процессы того или иного приложения. Например, ВК может весить, занимать в оперативке на порядок 150 мегабайтов. Вы только представьте, 150 куда? Но уведомление зачем надо? Мне только уведомление 150 мегабайт, если оно мне не открыто. Разумеется, большая часть процессов просто будет закрыта для экономии оперативки и экономии энергии. Здесь мы с вами вроде бы как все посмотрели, и поэтому уведомляйте о разряде также. Что у нас с вами происходило? Вот видите, московский транспорт. Что у меня? Пропуск. Когда он нужен, как получить? Видите, что пишут? Но я не езжу в Москву. Мне, в принципе, в нем, я думаю, нет нужды. Я в нем не нуждаюсь. Экономия энергии. Оптимизировать настройки при разрядке. Мы с вами посмотрели. Можно включить прямо сейчас, можно нажать оптимизировать. Теперь оптимизировать, и он что-то, наверное, закроет, как я понимаю. Все. То есть, раз, два, три, три секунды, и у нас с вами найдено 25 проблем. Работа приложения, разрешающие батарею. Разрежающие. Вот есть часть приложений, которые мне не нужно вообще. Можно отключить также GPS, отключить тактильную отдачу, не включать экран при получении уведомления, блокировать устройство через 15 секунд. Видите, то есть, и все. Это нам с вами дает 53 минутам автономности. Смотрим дальше. Приложения. Системные, все клонирования, разрешения и защиты приложений. Системные. Это у нас с вами, разумеется, уведомления о наличиях, заметки, то есть, настройки именно системных приложений, чтобы они как работали, что, чего, как. На каждое, вот, собственно, приложение. Например, то же самое диктофон вот есть. Мы с вами посмотрим также о нем. Очень интересно. Здесь очень много есть настроек для диктофона, который мне был очень нужен, правда, довольно еще давно, даже пусть там несколько, ну, пару-тройку месяцев назад, но сейчас все равно на благо, что у меня появился диктофон очень качественный, в отличие от того, что у меня было до этого. Клонирование приложений. Что значит слово клонирование? Создание клона. Приложение требует клонирования сервисов Google. Создать клон сервисов. Я не знаю, зачем это нужно. Это, наверное, для того, чтобы две копии можно было запускать. Две-три копии. Приложение, например, у вас две симки, и вы запускаете два WhatsApp, на одной и на второй. Ух ты! Ты представляешь, я даже походу сам это понял, как это работает. Автозапуск. Что такое автозапуск? Это автозапуск, когда у нас с вами запускается автоматический телефон, вместе с ним будет также запускаться определенные другие приложения. Вот вы видите, запущено вот столько. Сейчас. Самое основное, что нужно, я думаю, поставить в автозапуск, это вот Google Photo, оно не нужно в автозапуске. Google Pay мы оставим. Можно поставить что, друзья мои, в автозапуск? Например, соцсети, инстути, Lego, Viber, VK, WhatsApp. Ну и всё. Это самое основное. А всё остальное, в принципе, на свой выбор. Пожалуйста, выбирайте. Вот, к примеру, системные приложения, камеры с автозапуском также, но это мы и оставим, разумеется. Это нужно оставить. Разрешение приложений. То есть, каким приложением вы давали разрешение? Другие разрешения. На определенные программы дается определенное разрешение. На что? На определенные, друзья мои, функции, возможности просмотра каких-то данных, пользования теми или иными датчиками. Следите за этим и будьте осторожны. Тут у нас с вами защита приложений. Что такое защита? Самое интересное. Не менее интересное, друзья мои, куда-то исчезло. Не менее интересно то, что мы сейчас только что с вами смотрели. Это защита приложений. Это поставить пароль. Друзья мои. Поставить пароль на приложение. Например, я хочу поставить пароль на ВК. Я поставил ему защиту. Давайте попробуем его открыть теперь. Все. Нам надо было ввести пароль. Если другой человек берет в руки телефон, он не сможет получить к нему просто доступ. Я думаю, все предельно ясно и понятно. Очень замечательная вещь. Я считаю, даже нужная. Смотрим дальше. Расширение настройки. Дата и время. В принципе, все это можно поставить на автоматическую установку, поэтому нет нужды здесь вообще что-то рассказывать. Язык и ввод. Можно выбрать клавиатуру. Клавиатуры можно скачивать, можно использовать гугловские. Пожалуйста, как угодно, как хотите. Скорость речи, тон. Синтезаторы в том числе можно использовать. Синтезатор Google стоит по умолчанию. Синтезатор речи. Синтезатор, да, синтез. Клавиатура мыши. Трекпад. Не знаю, что такое трекпад. Никогда не пользовался. Быстрые клавиши. Можно также поставить такие вот быстрые клавиши, настроить. Скорость указателя. Интересно. Очень интересно. Клавиатуры. Можно скачать самое основное. Как правило, это гугловская клавиатура. Gboard она еще называется, как мы только что сейчас с вами видим. Голос ввод. Настройки. С познавания речи оффлайн. Можно скачать пакеты. Также озвучивание результатов. Окей, гугл. Окей, гугл. Окей, гугл. Он не работает. Видишь? То есть я переключился на Алису. Вот видишь, я шепотом сказал для того, чтобы она не услышала на компьютере у меня ничего. И можно делать запись аудио через Bluetooth. Разрешить команду по Bluetooth на заблокированном устройстве. Разрешить команду по карнитуре на заблокированном устройстве. Voice Match. Это вот, собственно, она и была. Voice Match. Вот. Voice Match. Она у меня выключилась, когда я включил Алису. Потому что у меня микрофон сейчас слышит, и она опять у меня включится. Я поэтому говорю для вас шепотом. Простите. Настройки. Тема. Это тема для нашей клавы. Встроенной клавиатуры. Именно вот этой встроенной, которая у нас сейчас с вами есть. В принципе, здесь очень много тем. Думаю, нет нужды, в принципе, что-то дополнительное показывать. Face, Mojiki и Bart Foxy Xiaomi. Давайте посмотрим с вами дальше. Безграничный экран. Это мы посмотрели. Функции кнопок. Запуск камеры. Например, запуск камеры можно сделать с клавиши. Кстати говоря, я о ней не рассказал. Вот сейчас только говорю, спустя, наверное, практически час времени. Слева под местом для установки сим-карты, под слотом, есть умная клавиша, которая может определять и ставить вообще, выполнять определенные функции. Например, двойное нажатие на кнопку питания, например, это запуск камеры. Например, долгое нажатие кнопки домой, долгое нажатие кнопки меню и так далее, так далее, так далее. Запуск камеры. Например, вот так вот раз-раз, и оно мне заблокировало экран. А, и перешло вот этот режим. Раз, и вот у нас с вами камера. Мне интересно, видно ли камеру, когда я сейчас буду записывать, делать запись. Мы посмотрим с вами. Жестрия пальцами вниз, снимок экрана, запуск Google Ассистента. То есть, в общем, у нас с вами здесь мы видим огромное количество перечень функций, которые мы с вами можем сделать. Отключение экрана. Отключение экрана, как бы так, очевидно, это блокировка, по-моему, насколько я знаю. Фонарик. Определенное нажатие кнопок, например, там, так-так-так-так-так-так-так-так. И, например, все прочее. Кнопка AI. Это вот она и есть, вот эта кнопка AI, которая у нас есть. Это вот этот умный помощник, так называемый. Долгое нажатие, нажатие. Короче, все время почему-то он только на Google Ассистента выводит. Открыть Google. Включить фонарик, включить режим чтения. Наверное, можно, хотя, так как мне фонарик-то нечасто нужен. Открыть фронтальную камеру, открыть основную камеру. Вот это, например, открыть основную камеру. Будет удобно. Подержать. Нажать. Нажмите, чтобы обратиться к Ассистенту. Я бы выбрал бы, здесь, наверное, нельзя выбрать именно. А, видите, здесь только Ассистент, друзья мои. Только Ассистент. Только гугловский. Вообще ничего больше другое выбрать нельзя. Короче, эта кнопка, она тупо забиндена именно для вот этого Google. Специально для него делали, видимо. Кнопка меню. Показать недавнее приложение, либо показать меню. Автоотключение кнопок навигации. У нас грузится. А, это, видимо, вот эти кнопки, которые, чтобы они исчезали снизу. Всё, я понял. Запускать в Google Ассистент кнопка питания. Чинь 0,5 секунд для запуска голосового помощника в режиме управления жестами. Без экранных кнопок. Это в режиме управления жестами. Только лишь работает эта функция. Световой индикатор. Включить во время зарядки. Это сверху у нас с вами вот такой вот есть индикатор. Он чуть над экраном находится. Здесь его практически не видно. Чтобы вы поняли, как бы, где он находится. Не знаю, как вам объяснить. Чуть справа. Получается, вот где у меня вот этот датчик. Вот здесь вот. Wi-Fi. Вот здесь вот. И вот он прямо здесь вверху и находится. Будет моргать. Световая индикация во время получения новых уведомлений. Это я рекомендую оставить. Да, для всех любителей каких-то красочных, распрекрасных индикаторов. Там красный, зелёный, синий, красный. Здесь ничего не будет. Только белый, друзья мои. Да, к сожалению. Сенсорный помощник. Можно включить такую штучку. Она будет здесь где-нибудь сбоку располагаться. Можно её раз открыть и какие-то быстрые функции также включить. Но, я считаю, для себя тоже она не всегда удобна. И на экране не люблю, когда что-то мешается. Так, у нас с вами не планшет, то, разумеется, это будет занимать место. Можно также, благодаря, кстати, выбору региона, могут меняться некоторые функции. Эти фишки лучше вам, конечно, где-нибудь отдельно смотреть в интернете, а не у меня. То есть, потому что я фишек очень много не знаю. Это всё в интернете. Можете почитать. Так, управление одной рукой. То есть, можно сделать, например, управление одной рукой. И нас с вами вот так вот, например, так вот. Проведите влево или вправо от кнопки домой. Для сдвига экрана к одной и с других сторон. Вот так вот, раз. И всё. Мы можем с вами здесь сделать второй экран. К примеру. Вот, раз и всё. А, это специальное уменьшение экрана для того, чтобы мы просто могли пользоваться одной рукой. Два экрана – это немножечко другая функция. Спецвозможности. Толкбэк. Но это, то есть, для тех людей, у которых проблема со здоровьем. То есть, может быть, со зрением, со слухом и так далее. Эта функция используется толкбэком. Гугловская. То есть, для людей с ограниченными возможностями. Режим предприятия. Режим предприятия, в принципе, вы можете почитать. Это даёт нам возможности. Тут очень много чего на самом деле делать. То есть, это сохранять какие-то данные, файлы и так далее. Можете прочитать. И соцсетей даёт возможность сохранять какие-то вещи и так далее. Но мы это рассматривать с вами не будем. Цифровое благополучие и родительский контроль. Например, можно показать, что здесь можно посмотреть. Можно, во-первых, включить концентрацию внимания. Так же, как она, в принципе, в Windows 10 есть. Это панель инструментов, таймеры. И также, например, то, что у нас здесь с вами показано. Что мы с вами используем. Больше всего. Количество разблокировок экрана, количество уведомлений. То есть, всё-всё-всё-всё-всё собрано в одной воедино этой штуке. То есть, ну, своего рода сводка по использованию телефона. Можно также настроить блокировку на время сна. Благодаря функции отдыха вы можете соблюдать режим дня и спать спокойно. Вот видите, какая функция есть интересная. Напоминание перед сном. Когда включается функцию отдыха, экран переключается в режим оттенки серого. Отдыхайте спокойно. Режим не беспокоить. Звонки и другие вызовы будут отключены. Ваш здоровый сон. Вот. Класс. Прикольно. Начало в 23, окончание в 7.00. В принципе, как и всё остальное, вот режим отдыха у нас с вами будет включаться. Ну, в любом случае, все эти функции, их всегда можно выключить, друзья мои. Поэтому нет ничего страшного. Панель инструментов. Вот мы с вами видим также. Это вот сколько времени у нас использования телефона. Концентрация внимания. Создать расписание. Прошу прощения, если слышно мой желудок, который всё время урчит. Сегодня у нас с вами просто пост в честь Пасхи. Детельский контроль. Family Link. Это, друзья мои, сделано для детей, в принципе. Но это можно будет рассмотреть, я думаю, отдельно, кому будет интересно. Поэтому, в принципе, в данный момент у нас сейчас нет необходимости смотреть эту функцию. Политика конфиденциальности. Рецензион открытого пола. Отправить отзыв. Особая возможность. Ускорение игр, быстрые ответы и второе пространство. Можно добавить сюда игры. Например, когда мы будем запускать какую-то ту или иную игру. У нас с вами мы увидим ЦПУ. Сейчас загружено всего лишь на 30%. То есть, в данный момент просто у нас с вами происходит запись видео с экрана. В частности, запущено, друзья мои дорогие, запущено еще несколько программ. И нагрузка составляет всего лишь 16%. И 9% на графический процессор и на центральный всего лишь 15%. Поэтому над этим приложением стоит реально, над этим телефоном стоит подумать. Можно использовать быстрые ответы. Что это такое? Когда нам приходит уведомление, например, человек какой-то напишет сообщение. Появляется уведомлялка. Как я, кстати, не пойму. Это вот получается посередине экрана. А, это в уведомлениях. То есть, как я понимаю, это, наверное, вот так вот, например, ответить. И так далее, так далее, так далее. Можно это сделать. Ага. Ну, если я, по крайней мере, правильно понимаю. Давайте попробуем поставить. Где мои все соцсети? Интересный вопрос. Ну, к примеру, пусть это будет Viber. У меня целая куча просто приложений. Вот Instagram. В частности, может помочь. Messenger. Lite. Facebook-овский. Просто выбираем приложение. Skype. Steam. Я ни с кем не общаюсь. Telego. Viber. VK. VK. Admin не будем. Она, в принципе, уже сейчас вместе все это используется. Ну, вот как-то так, друзья мои. Все. Кстати, я не нашел кое-чего. Я не нашел WhatsApp. У которого, по всей видимости, эта функция уже включена. Это, как я понимаю, быстрое уведомление. То, что появляется здесь посередине экрана должно быть. Потому что Viber у меня сейчас не появился. Как я понял, вот. Есть возможность защиты личной жизни. Безопасность. Безопасное хранение приложений и фото. Всегда под рукой. Полностью готовое к работе отдельное пространство. Полная безопасность. Ой. Наверное, мне это не надо было делать. Я хочу отменить. Вы позволите? Нет. Не надо. Фух, друзья мои. Я снова с вами. Слава богу. Не знаю. Короче, это какая-то жесть. Какое-то второе пространство. Я не знаю. Я перепугался от этой функции. Он, короче, какая-то шняга. Так. Сделаем обновление также приложений системных. Компуса. Обновим. Давайте посмотрим дальше. В общем, не будем, короче, с ней возиться. Даже не хочу. Написано было, что, короче, одно устройство, два пространства. Два пространства, одно устройство. Короче. Вот такая тема. Видимо, какой-то, типа, как тебе сказать, бэкап какой-то своего рода, наверное, системы. Не знаю. Не буду даже думать. Mi Account. Безопасность. Номер для восстановления здесь можно добавить. Но это мы потом сделаем. Двухфакторная аутентификация. Подтвердить, чтобы выполнить вход. Ну и так далее. Что у нас здесь с вами предлагается? Xiaomi Mi Cloud. Да. Бесплатно 5 гигов. Резервирование рабочего стола он сделал 3 гига. И галерея, в частности, совсем-совсем чуть-чуть. Рабочий стол, приложение, настройки системы. То есть, если мы выполняем вход на другом каком-то Xiaomi устройстве, друзья мои. Друзья мои. Что происходит? У нас полностью восстанавливаются все настройки нашего телефона. И полностью восстанавливаются все приложения. Но приложения, я бы с ними не был бы так категоричен. Потому что восстановление можно сделать и через этот Google Play аккаунт. Через гугловский. Он и так все это может сделать. Дополнительные аккаунты. Можно подключить Google и Facebook. Привязанные устройства. Mi 9. Текущее устройство. Это то, что касательно Mi аккаунта. Гугловские. Да, прошу прощения за аватарку. Я ее до сих пор не поменяю никак. Chromebook. Не связан с Chromebook. Чтобы отправить смс компьютера, пользоваться телефоном для доступа к интернету, просить его разблокировку. Начните настройку на Chromebook. Chromebook у меня нет. Chromebook это походу какое-то... Ну, мы понимаем. Устройство от Google. У меня такого нет. Заполнение кодов подтверждения. Безопасность. Можно найти устройство. Очень, кстати, такая важная тема, которую стоило бы тоже, наверное, с вами рассмотреть. Данные сообщения. Номер телефона связанных с устройством. Подключенные устройства рекламы, контроль сервиса и так далее. Аккаунты синхронизации. Xiaomi Cloud, Google и так далее. Другие, другие, другие аккаунты, которые у нас тут с вами есть. Ну, разных приложений. Что здесь делает офис, я даже понятия не имею, если честно. Синхронизацию можно включить как по симке, так и по Wi-Fi. Смотрим дальше. Конфиденциальность. Показывать пароли. Ненадолго показывать символы при вводе. Управление разрешением. Это мы с вами рассматривали. Автозаполнение от Google. Это также в гугловском аккаунте можно сохранять адреса, личную информацию, способы оплаты и пароли. Своего рода, как в Яндексе, как в Яндекс.Браузере, тоже такая функция есть. Это сделано от Google только. Отслеживание действий, которые будут сохраняться, что вы делаете, куда посмотрели, куда пошли, где пукнули и так далее. То есть, ну, друзья мои, понимание, осознание того, вы можете выбрать сами. Опять же, что вы ищете в поисковиках, где вы ходите и так далее. Это вы на свое усмотрение делаете. Если хотите, если вдруг боитесь какой-то слежки, то просто отключайте. Но если те люди, которые боятся слежки, я считаю, полностью нужно вообще отстраняться от интернета целиком и вообще выбрасывать в помойку просто все телефоны, компьютеры и вообще. То есть, те люди, которые боятся отслеживания. Та же слежка в какой-то мере степени все равно будет происходить, как бы вы все это не убирали от себя. Использование диагностика. То есть, можно включить также то, что информация просто будет какая-то определенная техническая отправляться разработчикам. Местоположение. Это мы с вами рассматривали уже. Последние геозапросы. Браузер, камера, авито. В принципе, все ясно и понятно. Поиск сетей по Wi-Fi и по Bluetooth устройствам. То есть, все возможные устройства, которые будут давать доступ к местоположению. Это A-GPS, Dual GPS, короче, двойной GPS и так далее. То есть, чтобы как можно точнее нашу геолокацию определять. Вот. Показать, где я. Ну, значит, не будем. Значит, не суждено людям узнать, где я нахожусь. Ну и правильно. Так и не надо. Услуги и обратная связь. Офисные инструменты персонализации и путешествия. Друзья мои. Сейчас, наверное, простите, пожалуйста, если кто-то из вас досмотрел до конца, вы, наверное, дожидались настроек просмотра качества камеры. Я специально самое интересное оставил для вас на самый конец. И сейчас мы с вами прежде откроем настройки диктофона. Вот высокое качество. И посмотрим. Качество и вправду высокое. Мне так кажется, что вы сейчас меня слышите в таком же качестве, как и слышно было бы на диктофоне. Разговорный динамик для воспроизведения можно использовать. Можно также индикацию записи делать. Можно индикацию вообще спрятать. То есть, чтобы не видно было, что даже у вас, например, телефон в режиме диктофона работает. То есть, просто скрыть все уведомления. Есть возможности, как я понимаю, или нет возможности, кстати говоря. Здесь, наверное, нет возможности ставить паузу. Серьезно? То есть, здесь нет возможности поставить паузу? Слушайте. Но это вообще не варик. К режиму записи. Ладно. HD. Технологии HDR позволяют записывать более детальный звук. Интервью. Поместите телефон между людьми, чтобы записать их речь лучше. Голос. Поместите микрофон ближе к источнику звука для лучшего качества. Музыка. Записывайте в два канала. Прослушивайте стереозвук в наушниках. Формат записи. AAC, MP3, WAV. Качество записи. Высокое. MP3. 192 кбит в секунду. 90 мегабайт в час. Стандартное. MP3. Приблизительно 100 кбит в секунду. 45 мегабайт в час. Низкое MP3. 75 кбит в секунду. 32 мегабайта в час. Друзья мои. 192 кбит в секунду. Это качество. Не скажу, что студийного микрофона. Но это качество просто до невероятной степени. Звука. Которое просто сложно сравнить с каким-то телефоном. Стоимостью даже до 10 тысяч рублей. Это качество микрофона, друзья мои. А теперь самое интересное. Наконец-таки мы с вами. Есть еще не менее важная такая штука. Называется сканер. Это для скана QR-кодов, документов. В частности. И была какая-то еще функция у того дяди. Когда я только взял у него телефон. Я просто сбрасывал все полностью. Настройки вайпдата делал самостоятельно. Эта возможность была найти объекты. И распознать, что за объекты находятся вокруг вас. То есть описание искалось бы в интернете. Какого того или иного объекта, который бы вас интересовал вокруг вас. Давайте посмотрим камеру. Все-таки наконец-таки приступим к этому. Ну что ж, друзья мои. Я думаю, что вы все видите, а вы должны видеть. Потому что у вас так же, как и у меня, камера должна быть, конечно, более гладко поворачиваться. Либо так и должно быть, либо должно поворачиваться гладко. Как вы видите, автоматически, например, настройка происходит каких-то функций. Камера, кстати, я не помню, она с интеллектом, не интеллектом. Теперь мы смотрим на источник света. Вот определенный момент. Это HDR. Раз, HDR, друзья мои. Включается автоматически. В приближение или ультраширокий, ультраширокий, сверхширокоугольный. Друзья мои, три камеры. Для чего? Для вот такого изображения. Давайте с вами сделаем фоточку. Буду надеяться, что видно будет во весь этот экран. Вот что мы с вами видим. Фокусировка очень быстрая. И вообще качество цветов так же на высоте. У нас с вами присутствует. Это в ночное время суток в комнате полностью выключенным светом. Происходила съемка. То есть мы с вами видим качество. Изображение заднего фона в том числе. Все выглядит очень красиво и детализировано. 48 мегапикселей, друзья мои. Конечно, не сравнится с тем, что на Mi 10 Pro там будет 106 мегапикселей. Но все-таки. Какие-то люди писали даже, что это в принципе и не нужно. Zoom. Не менее важная и интересная тема, друзья мои. Это зум, который дает нам возможность делать 10-ти кратное приближение. Что возможность есть даже прочитать текст. Если у кого-то глаза не видят, вы только представьте. Вот через такое расстояние. Но, конечно, вот акридером нам не видно. Но вот такого формата изображения видно. Прекрасно. Его можно, короче, еще как бинокль просто использовать. Вы ару, ребята, простите. Ну, серьезно. Просто смешно, правда. Качество. 48 мегапикселей. В чем отличие? Ну, это у нас с вами Ultra HD. То есть, должно быть 4К. Также скажу вам, что в фотоаппарате присутствует автоматическая фокусировка. Не ручная. Это, кстати, одно из недостатков. Также к Xiaomi Note 8 Pro. Посмотрим качество. То есть, ну, качество, правда, на высоте. В съемке фотография происходит моментально. Времени на фокусировку особо ждать не приходится. Ух ты, у меня уже, друзья мои, ой-ой-ой. У меня руки поплыли. И да, даже с вами видите, слева внизу написано. Shot on Mi 9. 48 мегапикселей, трипл камера. Давайте посмотрим, что у нас с вами присутствует из настроек. Это, разумеется, вспышка слева вверху. Сверху по центру это эффекты. Яркие пленка, солнце и так далее. Настройки таймера. Водяной знак. Дата и время на фото можно добавить. А можно сделать вообще просто пользовательский водяной знак. Например, юранка. И у нас будет везде подписана юранка. Вот так вот, представляете? Например, юранка. Вот так мы сделаем ее. Только почему все большими символами, непонятно. Ну ладно. Водяной знак устройства. Дата и время на фото. Качество фото. Высокое, нормальное, низкое. Чем оно позиционируется, не знаю. Потому что есть понимание слов. Как разрешение. Есть понимание также. Сохранять предыдущий режим. Таймер. Функция кнопки. Функция кнопки громкости. Снимок, приближение и громкость. Долго нажать на кнопки серийная съемка. Сохранять место съемки. Звук затвора. Линия сетки. Это для того, чтобы было для удобства делать фотографию. Можно также линию сетки добавлять на экран. Это Ultra HD. Еще раз повторяюсь. Давайте с вами попробуем. Приближение не работает в режиме 48 Мп. Давайте посмотрим на какие-нибудь маленькие объекты. Я думаю, что здесь и так все прекрасно будет видно. Давайте посмотрим общей степени приближения. Например, с такого расстояния таких маленьких объектов. Будет ли видно? Фотография происходит просто моментально. Почему так вот запись крутится слева внизу? Потому что сейчас в данный момент идет запись с экрана. Есть фокусировка, конечно, но на таком расстоянии слабо сравнится. Если какие-то маленькие буквы вы будете с такого огромного расстояния что-то фотографировать. Ну да, в принципе не сравнится. Можно было, в принципе, попробовать нажать на фокусировку и попробовать еще раз. Фотки происходят моментально. То есть, ну настолько моментально, что не... Да, надо было просто нажать на фокусировку, друзья мои. Вы только посмотрите. Это Ultra HD. Повторюсь, смотрите. Расстояние. Расстояние до фотографии. Просто посмотрите на это. Вот такое. Маленький шрифт. Маленький текст. С приближением вот таким. Видно все. То есть, то, что нужно было сделать, просто нажать на фокусировку. То есть, самые маленькие объекты видны совершенно отлично. Отчетливо видны. Это просто наивысшая степень. Вот, например, портрет. Разметите объект в пределах двух метров. К примеру, мы хотим сделать это, друзья мои, не основная, а... Как она называется? Задняя камера. Нет, фронтальная. Фронталка. Эффект боке. Так называемый, кто знает, кто не знает. Десятикратный зум. Двукратный оптический зум. Оптический, друзья мои. Боке. Когда задние все нас объекты размываются. Посмотрите на этот эффект боке. Вы только посмотрите. У меня видно... Даже борода, как она у меня растет-то, посмотрите. Можно же даже вплоть до корней волос просто все рассмотреть. Можно, я не знаю, в эту камеру, мне так кажется... Что только не разглядишь. Даже микробов даже можно разглядеть, если не атомов. Не атомы. Можно настроить что? Размытие, сцену. Ну и так далее. То есть, то, что предназначено для портрета. Очень много здесь всего. Какой-то я страшный весь. Ох. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Также у нас с вами возможности есть. Вот у нас с вами определяется лицо. Автоматически, где оно находится. Улучшения можно сделать разного рода. То есть, это всякие замазывалки. То есть, это всякие замазывалки. В автоматическом режиме. Эффекты. АИ. АИ-камера. Что такое АИ-камера? Фотка произошла моментально. Можно включить в частности такую вещь, как вспышка. Что такое вспышка? Что такое вспышка вообще спереди экрана, если этой вспышки нет? Сейчас я вам объясню, друзья. Вот. Вот такие получаются фотки. Качество просто наивысшей степени. Вот так, например. Вспышка. Смотрим. Вот так вот вспыхивает экран. У нас получается вот такое изображение. Вспыхивает экран, если в вечернее время, то очень-очень сильно. За счет чего? Друзья. Все видно великолепно. То есть даже в ночное время, суток, вы вот так вот сфоткаетесь, вас будет видно. То есть вспыхивает экран очень ярко, за счет чего вас будет видно замечательно. Для режима ночь, как мы с вами можем обратить внимание, также присутствует специальный режим ночь. Спуск ладонью. Покажите ладонь камеры, чтобы начать отчет таймера. Ты прикинь? Ты только прикинь. До чего техника дошла? 19 на 6 кадр можно сделать. Можно поставить 3 на 4. Настройки камеры. Качество. Сохранить предыдущие даты, время, фокусы снимок, осетительный экран для фокусировки, зачем еще раз, чтобы сделать снимок, сохранять место съемки, звук затвора и так далее. То есть устранение мерцания 50-60 герц автоматически, либо выключить зеркальный режим и так далее. То есть на каждый режим, например, режим ночь мы можем включить с вами. Режим ночь сделан специально для того, чтобы производить запись именно ночью, как вы, в принципе, это, я думаю, прекрасно понимаете. Панорама. Панорама – это вот так вот мы проводим с вами телефон вокруг, свои оси крутим, и у нас с вами записывается, снимается панорама. Профи – это профессиональная возможность. Точечный, усрединенный, централизованный, короче, целая куча всего. Профессиональная функция видеосъемки фото. Режимы сберения экспозиции, выделения области фокусировки, шат от спиц, скорость автоматического затвора и так далее. То есть, ну, в общем, это именно для профессионалов создано, для тех, кто имеет с этим дело, я думаю, понимает, разбирается намного лучше. Возможность также при фотографировании выбрать слева вверху у меня человечек, знаете, что это такое? Это возможность фоток делать во весь рост, то есть, это портрет. Специально, то есть, для каждого специального момента выбраны специальные режимы, например, режим HDR. HDR, как это надо расшифровывать? Тут, видишь, я же сказал, можно даже луковицы волосы рассмотреть, просто на моих ногах. HDR. Режим авто. Макросъемка, горизонт, формат кадра 9х6. 9х6 это вот так, кто не понимает, наверное. Это, наверное, я уже что-то не понимаю, что он так не хочет. Google Lens. Google Lens. Что это такое? Вот то, о чем я и говорил. Возможность искать объекты вокруг нас. Например, я указываю на какой-то объект. Я хочу найти, что это такое, например. Например, я хочу найти вот те же самые наушники. Вот она. Указывайте на объекты. Смотрите, название. АВЭЙ. Ну вот почти только. Тут Т у меня написано. АВЭЙ Т8. Шэнзэн Ял Электроникс. Видите, что он показывает? То есть, это Google... Google Lens. Функция. Смотрим дальше. Горизонт. Фронт кадра. Ну, фронт кадра 16х9 это вот так должно быть. Вот это лопата, а. Ты представь. Смотрим дальше. Макросъемка. Это в специально приближенном виде. То есть, в очень близком, в очень приближенном виде макросъемка делается. Например, вот он, волос мне нужен. Оно макросъемка. Видишь, как? Все видит. Все видит великолепно. Все видит прекрасно. Если у вас проблемы со зрением, вы в военкомат можете прям смело с этим телефоном идти. Очки вам не нужны. Чтобы что-то увидеть. На глаза надеваете и все. И пришли, и вот вы в военкомате. Исправлять искажения лиц на групповых фото, находящихся вблизи границ кадра. Видите? Высокое качество. Также водяной знак. Фокус и снимок. Сканировать QR-коды, линии сетки. То есть, ну, в принципе, все то же самое по большей степени, что мы с вами видели. То есть, здесь нет возможности выбирать качество. Например, столько-то мегапикселей, столько-то мегапикселей, столько-то мегапикселей. И как я вот обратил внимание, вот как у меня в Honor 6S Pro это было. Title Shift. Окружность. То есть, вокруг, например, параллель, окружность и так далее. Что это такое? Это размытие, друзья мои. Эффект размытия. Как я понимаю, здесь неумное фото делается. Ну, то есть, неумная фотография. Давайте попробуем одновременно вести запись сейчас с камерой и одновременно вести запись. Хотя нет, мы не будем, наверное, так напрягать. Давайте я сейчас лучше погашу запись с экрана и мы с вами посмотрим запись. Вот видите, стабилизация. То есть, например, мы вот так вот резко дергаем экраном. Он не резко дергается вот так, а он так немножечко плывет. Зачего до того, чтобы вот так вот вести камеру. Видите, просто вот реально на эти айфоны уже даже не нужны вот какое-то профессиональное, студийное какое-то качество. Не нужны. Не нужно просто оно. Можно делать также замедленную съемку. Замедленная съемка вообще самая лютая вещь. Подключение к интернету. Чтобы записать видеоклип, нам нужно для чего-то подключение к интернету. Я не знаю, кстати, зачем. Интервал в режиме ускорения. Совместимость. Можно выбрать видеорекордер. H-265. Или H-264 совместимость. Или H-265 производительность. Функция громкости. Линия сетки. Устранение мерцания. Стабилизация изображения. То есть то, что необходимо. То, о чем я говорил вам. Есть возможность делать приближение. В конце концов, вы посмотрите. Шестикратный зум. Во. 4К съемка в 4К, друзья мои. Широкоугольный 0.6. Широкоугольная запись. Посмотрите на это. Только что-то как-то мне так кажется качество какое-то слишком искаженное получилось. Мне это как-то не особо понравилось. Ой, быстро. Очень быстро. Фоновую музыку даже. Смотрите, можно. Мы имеем возможность фоновую музыку сами накладывать. Нам нужно... Мне нужно было кое-что найти. А именно, мне нужно было найти разрешение. Здесь было разрешение для записи видео. Например, вот здесь. Отслеживание объекта. Например, вы нажимаете отслеживание определенного какого-то объекта. Например, вот такой штучки. Зажимаете на нее экран. И он будет следить. В пределах камеры он будет за ним наблюдать. Как-то так. Смотрим дальше. Следующий момент у нас с вами это улучшение для видео. Что за это за улучшение? Это, конечно, сложно сказать. Наверное, какие-то моменты определенные будут просто куда-то вот как-то... Искажения какие-то, может быть, будут убираться. Но то и за счет чего, как эта тема работает, что именно будет меняться, что будет убираться, конкретно, честно сказать, не могу. 4К, 60 фпс, друзья мои, смотрите. 4К, 60 фпс. Где такое слыхано? 720p, 320 фпс, 1080p, 30 фпс, 1080p, 60 фпс. Вы посмотрите. Теперь надо все только на эту мобилу записывать. Все мои блоги, короче. Все надо снимать только на эту мобилу. Друзья мои, как-то подключать к нему, короче, микрофон и делать запись. Потому что это, ну, нечто. Представляете, 4К. В 60 фпсах. Это нечто. Режим замедления. То, что я так, кстати, вам и не показал его. 4К в 60 фпс. Это даже вот невероятно просто подумать. 960 фпс. 120, 240. Например. А, переднюю камеру включить нельзя, чтобы не... У нас получается с вами вот такая тема. Сейчас, возможно, меня будет слышно. 120 кадров в секунду. Когда 960 кадров в секунду, замедление еще более быстрое происходит. Но видно, что разрешение, конечно, оставляет желать лучшего, желать лучшего. Вот мы с вами видим замедление. Ну, что же. Друзья мои, практически наш обзор подошел к концу, потому что... Замедление включится после четверти записи. Например, какой-то момент. Мы записываем с вами. Но он записывается отрывками. То есть, вот, например, связанные с замедлением видеоролики, они записываются моментами. То есть, сейчас объясню, о чем речь. 1080p. Вот мы можем, например, поставить также Full HD, но оно, как вы видите, изображение немножечко размытое. То есть, запись замедленной съемки, к сожалению, качество изображения может немножечко страдать. То есть, интервал в режиме ускорения 10.03 секунды, 31 секунда, 1080x в 60 секунд. То есть, мы с вами можем выбрать интервал. Стабилизация изображения, видеорекорда, совместимость и производительность, например. Сохранить предыдущий кадр. И так далее. То есть, ну, в общем, настройки очень большие, друзья мои. Такого формата настройка, такого формата у нас качество. 960 кадров в секунду. То есть, сейчас мы с вами то, что видим. То есть, скорость, ну, вот такая. Вот так, друзья мои. Как-то так. В данном, то есть, даже можно во время записи, мы с вами видим, вот здесь вот, что производить. Правильно, друзья мои. Обрезку, удаление и всякие-всякие-всякие. Можно даже ставить как живые обои всю эту тему. В частности, обрезать, например. Мне нужно что-то обрезать. Я выбрал обрезка, аудио, водяной знак, еще что-то наложить. Короче, все это можно делать прямо здесь. Get Apps. Открыть с помощью приложения. Вот видите, то есть, мы можем делать все это прямо тут. Я захотел что-то обрезать. Раз, раз, раз. И, короче, студия, просто студия видеозаписи просто вот у вас в кармане. У вас в руке. Посмотрите. Вы это видите? Все. Все под рукой, друзья мои. Здесь все можно делать. Даже редактировать видео можно, в конце концов, на этом телефоне. Ну что же. Это был очень большой обзор. Я думаю, что если кто-то из вас досмотрел, терпел это до конца, я думаю, что вы для себя очень много увидели и многое открыли. Причем то, что я показал, это лишь самые основные и минимальные функции, которые позволяют выполнять данный гаджет и девайс. Поэтому, друзья мои. Здесь также, кстати, вот если не ошибаюсь, еще что-то должно быть, можно ставить было бы. Если бы можно было бы. Но это нужно смотреть. Так сказать мне категорично сложно. Вроде как настройки должны быть. А, ну это у меня, по крайней мере, в Honor было. Здесь, наверное, такого нет. Вот видите, Wi-Fi. Есть возможность также ему подключаться к 5 ГГц. Можно делиться сетью, которую мы получаем с другими людьми. Раз, раз и все. И мы переподключились. Поэтому, друзья мои. Всем Божьих благословений. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте друзьям и комментируйте. И знайте, что Господь любит вас. С Пасхой вас. Счастья вам, любви, мира и радости. И еще раз счастья, да, и благодати, и радости. Так что видите, как Бог благословляет. Вот так, друзья мои. Сейчас не знаю, слышно ли там телевизор на заднем фоне, который я немножко слышу. Который находится в пределах, как бы за пределами моей комнаты. Но, друзья мои, это просто пушка. Просто пушка, просто вышка и все. Все полностью описания я вам... Разрешение снимков здесь, друзья мои, 8000 получается вообще. 8К, 8 на 6000. Эффект боке. Фазовый автофокус, распознавание лиц и так далее, так далее, так далее. То есть, столько всего. Видеосъемка в 4К, Full HD, HD. Друзья мои. Поэтому выбирайте. Покупайте. И других благословляйте. Поэтому всем удачи. До новых встреч. Все, что было нужно, в принципе, мы посмотрели. Рассмотрели. Я думаю, до невероятной степени их можно больше рассмотрели. И все полностью характеристики я вам напишу и отправлю в описании. Вы сможете найти. И надеюсь, что вам понравился этот обзор. Потому что я старался как можно шире, как можно больше все это охватить, посмотреть и вам показать. Поэтому всем Божьей благодати. Храни вас Господь. До новых встреч. И пока-пока. С вами был ваш Юранка. Иисус Христос.